Здравствуйте! Вы смотрите Аналитику Дайджест на канале Витражи о вере в красках. Вандалы сломали крест на воротах Цетинского монастыря. Осквернению подвергся древний православный монастырь при Святой Богородице в Цетине. Это историческая столица Черногории. Об этом пишет портал «Православная жизнь», который я рекомендую вам как надежный источник новостей. Как вы помните, именно в Черногории продолжается противостояние безбожной власти в лице президента Джукановича, а также единственной канонической церкви в стране – сербской православной церкви. В церкви считают, что нападение на обители – это прямое следствие антицерковных выпадов в СМИ, а также нагнетание атмосферы ненависти. Ворота, с которых сорвали крест, стоят со времен митрополита Черногорского и Приморского, а в 1938 по 1950 годы – патриарха сербского Гаврила Дожича. И за сто лет своего существования пережили оккупацию в годы Второй мировой войны, десятилетий неблагоприятного для церкви режима и даже 90-е годы XX века, когда вокруг монастыря произошло несколько жестоких инцидентов. Словомышленнику предлагают вернуть крест по доброй воле, если в нем еще осталась капля совести, оставив его ночью перед воротами обители. Как отмечают в митрополии, в осквернении монастыря виновен не только конкретный исполнитель, но десятки, сотни вдохновителей, которые постоянно ложно обвиняют церковь во всех социальных проблемах и выставляют ее врагом Черногории, что является отвратительной и бесстыдной ложью. Теперь новости епархии Западной Украины собраны на одном украиноязычном канале в Телеграм. Телеграм-то два в одном и мессенджеры, новая набирающая обороты социальная сеть. Очень удобно, когда вы носите все в одном кармане и можете читать новости на своем телефоне. Причем авторы Телеграм-канала Витраж Информ стараются подавать информацию кратко, что важно в наше время, но в то же время емко, чтобы не терять смысл. Так что не забудьте подписаться, а ссылку я оставлю в описании к видео. Степана Бандера убрали с карты Киева. Еще в 2016 году Киевсовет переназвал Московский проспект в честь вождя ООН Степана Бандеры. Это вызвало широкий резонанс не только в Украине, но и за рубежом. Раскритиковали неоднозначные решения Киевской мэрии, в частности Израиль и Польша, которые считают ООН виновной в этнических чистках евреев и поляков. Стоит напомнить, что Бандера открыто сотрудничал с нацистами во время оккупации Украины, во время Великой Отечественной войны, и вот после такого решения против Киеврады посыпались судебные иски. И 2 февраля окружной суд Киева опубликовал вердикт, который отменил решение городского совета целиком. То есть прежние названия должны вернуться и другим улицам, которые тоже были переименованы 5 лет назад. Впрочем, Киевская мэрия, к сожалению, уже заявила, что обжалует это решение в апелляции. И только если апелляция поддержит вердикт первой инстанции, то решение вступит в законную силу. В Германии увидела свет Библия для зумеров. Зумерами или поколением Z называют молодых людей, которые родились с 1997 по 2012 годы. Как говорится, это люди, рожденные буквально с гаджетами в руках. И вот библейское общество Германии решило достучаться до сердец зумеров, выпустив новый перевод Библии. Причина его создания – стремительная секуляризация общества. И Германия – не исключение. За последние 20 лет из двух основных немецких конфессий – это римокатолическая и евангелическая – вышло суммарно порядка 15 миллионов человек, при общем числе 40 миллионов прихожан. В качестве преимущества заявлены яркие обложки в стиле последних айфонов и короткие предложения, максимум 16 слов. Современная рекламная кампания, приложения, веб-сайт – и все это для поддержки инициативы. Но на этом, к сожалению, плюсы заканчиваются, начинаются минусы. Первый связан с актуальностью перевода для сегодняшней молодежи. Ведь поколение Z имеет довольно серьезный разбег, а работа над переводом началась в 2003 году. С какой вероятностью он получился современным и понятным для тех, кто тогда еще даже не родился. Не говоря уже о том, чтобы сформироваться культурно. Вопрос риторический. При этом из-за особенностей немецкого языка новый простой перевод местами стал состоять из большего числа слов, при этом теряя важный теологический смысл. И подобное произошло с коллегами из датского и библейского общества, чей перевод вызвал бурю недовольства в прошлом году. Так что хорошо это или плохо такая библия для зумеров – вопрос открытый. Мы же предпочитаем вековые традиции, соответствуя православным канонам, которые храним, и православная церковь открыта для всех. И для зумеров тоже. Раскольники из Киевской области решили покорить YouTube своим пением. Когда я увидел это видео, я понял, что просто не могу пройти мимо него в своем дайджесте. Народившись в Украине, нас ведет дурайских врат, киевский патриархат. Хотя сначала мне показалось, что я смотрю кадры из легендарного фильма «Собачье сердце». За ними другие приходят, они будут тоже трудны. Но нет, похоже, что годы этих раскольников совсем ушли. Остался только задор, да и тот небольшой. Креатива тоже немного. Их ведет дурайских врат, киевский патриархат, а дальше, вероятно, просто не пускают. Раскольники ничего не поделать. Два метра раскольника эпифания. Совсем недавно раскольник Думенко праздновал не только очередной день рождения, но и годовщину, так сказать, интронизации. И вот на сайте организации ПЦУ появилась новость, что Думенко встретился с представителями украинской интеллигенции. Среди тех, кого упомянули, директор заповедника София Киевская, а также два художника, которые не придумали ничего лучше, чем нарисовать двухметровый ростовой портрет самого Думенко. Хорошо хоть без ним бы, а то при их желании сотворить себе кумира, от них можно ждать всего чего угодно. Так что теперь Епифания может ежедневно любоваться на Епифания. И для этого ему даже не нужно смотреться в зеркало. Не будьте как Епифани, не разглядывайте сомнительные портреты, смотрите нужные и полезные видео, такие, как выходят на канале в витраже о вере в красках. Не забудьте подписаться, если вы до сих пор этого не сделали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!